Не допускать роста покупательной способности денежной единицы. У нас сейчас происходит явление, которое я называю американизацией. У нас наши руководители нашего образования провозгласили, надо сделать, чтобы наше образование было хорошим, то есть таким, как в Америке. А каким оно стало в Америке? Американцы, с другой стороны, мне объяснили, что они сознательно борются за то, чтобы народ был малообразованным, не интересовался ни наукой, никакой культурой, ничем. Потому что это противоречит обществу потребителей. Потому что если люди начинают интересоваться чем-то другим, кроме стиральных машин и автомобилей, которые надо купить каждую неделю новые, то тогда они худшие покупатели. А если и покупают, то они начинают покупать Ван Гога, или стихи какие-нибудь, или теоремы доказывать. А это для общества потребителей вредно, чтобы этого не было. А к тому же еще, чтобы население было послушным стадом в руках манипулирующих имей политиков, нужно сделать не европейскую, а американскую систему образования, в которой ничему не учат. Например, у них, скажем, например, в штате Калифорния была борьба такая, серьезная борьба интеллигенции штата Калифорния за то, чтобы в университеты принимать не всех, вопреки федеральным правилам. Они потребовали, чтобы по математике, например, не принимать тех, кто не умеет без компьютера 111 разделить на 3. А по физике потребовали, чтобы у воды было три фазовых состояния, твердое, жидкое и газообразное. Во федеральных законах ничего такого нету. Ни деления нету, дробей простых нету. Американский журнал математического общества американского опубликовал несколько лет назад статистику. Оказывается, такую задачу разделить число полтора на одну треть из учителей математики в школах в Соединенных Штатах, в зависимости от штата, в некоторых штатах 1% учителей умеет, а в некоторых 2%, нигде не больше. Там нету дробей, там простые дроби исключены. Их нету. Поэтому 111 на 3 тоже нет. Это никто не умеет делать. Поэтому в Вашингтоне было, я это читал, в Нью-Йорке Райд-Трибюн, обсуждение, где сенаторы выступали. Один сенатор сказал, я представитель, там, кажется, штата Небраска, я заботюсь о том, чтобы отстаивать интересы избирателей. То есть я добьюсь, чтобы ни один человек во всей моей родине, а это не только Небраска, а все Соединенные Штаты, не смел учить никому ничему, чего я не понимаю. Например, 9-11 на 3. Это сенатор Соединенных Штатов. А другой говорил, это Ваша программа, в которой есть водяной пар. Это специально сделано, чтобы выдержать могли только элитальные ученики 57-й школы города Москвы, которые к нам тоже попадают. И вот они-то это знают. А наши негры никогда не сумеют понять Ваш водяной пар, у которого нету ни вкуса, ни цвета, ни запаха. Для негров это недоступно, поэтому эта программа расистская, которая требует, чтобы был водяной пар. И вот к чему мы идем. Вот к чему мы стремимся. Вот что называют хорошим образованием. Во всем мире идет такая сейчас тенденция уничтожения старой системы образования, потому что это трудно. Вот как мне говорили наши реформаторы. Конечно, наши ребята все будут здоровье терять, потому что вы требуете, чтобы они читали и Пушкина, и Толстого. Разве это можно? Это не математика, но это то же самое. Это та самая тенденция, которую мы наблюдаем, и с которой я изо всех сил стремлюсь бороться, но очень трудно дается. Ко мне несколько лет назад обратились представители одной очень крупной американской фирмы, которая всем хорошо известна. Это Boeing. Самолет. Который имеет объяснение, что американская система образования такова, что они не могут, выросших в Америке, ни школьников, ни студентов, ни университетов, ни технических вузов, нанимать к себе, делать новые самолеты или чинить старые даже. Boeing держится только на том, что они нанимают эмигрантов, в основном из трех стран, из России, Китая и Индии. Поэтому, говорят, мы прочитали в ваших газетах, что у вас собираются довести систему образования до американских стандартов. И по нашим подсчетам, через 30 лет в России будет такое же плохое образование. Тогда нам вообще некому будет. И тогда вся эта технологическая система рухнет, потому что она основана на эмигрантов. Она основана на том, что на Америку работают умы всей Европы. О европейском образовании. Автор, доктор биологических наук, около 20 лет живет в Италии, работая в научно-исследовательском секторе. Там у него родилась дочь. И там же она получает образование. Соответственно, вместе с нею проходят все степени, пока среднего образования ее отец. Школа в Италии включает в себя следующие основные ступени. Первое. Начальное образование длительностью 5 лет. Второе. Первый цикл среднего образования длительностью 3 года. Лицей и техникумы или второй цикл среднего образования длительностью 5 лет. Бесплатными для всех на этом этапе учат читать и считать, изучают чтение, письмо, арифметику, музыку. Эти предметы являются обязательными. По желанию изучаются лишь религия. Учебные планы обычно включают также изучение одного иностранного языка. В публичных школах с таблицей умножения только знакомят. Рисовать не учатся все. Дети учатся 5 дней, около 30 часов в неделю. В конце каждой ступени проводится тестирование. Обычно применяется словесная система оценки. Отлично, хорошо и прочее. Классы в государственных школах Италии очень большие. В средней школе с 11 до 14 лет в Италии школьники изучают итальянский язык, историю, географию, математику и естественные науки. Иностранный язык, искусство, музыку. Школа на Западе – это социальный фильтр по выстраиванию пирамиды элит. В Италии есть школы. Отсечь детей, обывателей, как можно и доказать им, что они не способны быть начальниками. В Италии учителя не имеют педагогического образования. Как учить, они не знают. До последнего времени учителями там были даже те, кто не имел высшего образования. Учителей берут на контракт на время учебы, а летом им не платят. Нехватка учителей после принятия закона о необходимости высшего образования в Италии привела к необходимости увеличения и наполняемости класса. У разных учителей разные требования. И объясняют учителя, как правило, плохо или очень мало. К примеру, учительница английского на два часа уроков ставит пластинку и потом спрашивает, что непонятно. И это в частной дорогущей школе. Но у богатых такое обучение компенсируется репетиторами. Если до восьмого класса все более или менее одинаковы, то дальше начинается давление и отсев, что вынуждает школьников идти в техникумы. Отсев довольно большой. У личных рейтинговых школов отсек достигает 70%, и они этим гордятся. Спросите себя, почему средства массовой информации кормят культуру всевозможными развлечениями, в то время как образование в Америке тупеет и тупеет по нисходящей с тех пор, как правительство решило субсидировать публичные школы. Правительство получает то, за что платят. Когда это ясно, давайте посмотрим на те образовательные институты, которые финансируются правительством, и на тех учеников, что выходят из государственных школ, и на их уровень образования. Логично предположить, что если то, что выходит из этих школ, не соответствует тому, что желает федеральное правительство, то они это меняют. Смысл в том, что правительство получает то, что желает. Они не хотят, чтобы ваши дети были образованы. Они не хотят, чтобы вы слишком много думали. Вот почему в нашей стране и в мире так расцветает индустрия развлечений. Масс-медиа, телевизионные шоу, парки аттракционов, наркотики, алкоголь, любые развлечения, чтобы отвлечь разум человека. И чтобы вы не стали на пути у влиятельных людей, если слишком много думаете. Пора понять уже, что есть люди, которые управляют вашей жизнью, даже если вы об этом не знаете. У нас в СССР, как вы помните, тянули до упора, объясняли, виталий не объясняют. Учат так, чтобы обычные ученики не сдали экзаменов без репетиторов. Поэтому все тупые и бедные, которым дорого иметь репетиторов, отсеиваются. К вузу остается ровно столько, сколько есть мест. Поэтому конкурса в вузах нет. Зачисляют всех. Но по типу нашего нынешнего ЕГЭ. В европейской школе на английском языке в Милане детям русских родителей постоянно ставят низкие оценки. Это заметно всем. Учителя давят на то, чтобы родители наняли репетиторами родственников и знакомых школьных учителей. Если школьники отказываются, то им начинают резко занижать оценки. Сейчас дочь учится в классическом лицее. Они денно и ночно учат латинский и древнегреческий. Каждый день по два часа на каждый язык. Лицей – один из самых дорогих и продвинутых в Милане, в котором, по итальянским меркам, самое хорошее образование – в Италии. Зачем жизни эти языки я не знаю. Но уже после одного года из 22 учеников, отобранных среди лучших и самых богатых, уже 8 отсеялись. Каждые две недели учеников пересаживают, чтобы не возникла дружба или симпатия. Когда мы приехали в Италию, то не имели ребенка и думали, что система образования там прекрасна. Но вот появилась дочь, и мы стали поклассно проходить итальянскую систему образования. В Милане мы нашли для дочери самую лучшую частную школу. Публичные же школы. Туши свет. В классах, даже хороших, рейтинговых публичных школ Милана нет таблиц. Они похожи на вагоны. В нашей супердорогой школе, в Милане, есть некий кабинет химии и биологии, но в нем почти не занимаются. В лучшей Италии школе до Винчи один кабинет химии и физики на 20 классов. Потоки. И 5 потоков. В СССР 50 лет назад было лучше даже в захолустной Вичуге. Так вот. Наша школа, видимо, самая лучшая в Италии, а наша дочь была лучшая в классе. И она гораздо хуже знала предметы, кроме итальянского языка, чем российские школьники. Сейчас дочь учится в классическом лицее. Лицей тоже один из самых дорогих и продвинутых в Милане, где по итальянским меркам самое хорошее образование. По субботам дочь посещает также русскую школу. За один день русской школы она получает полезной информации больше, чем в итальянской за неделю. Самое важное сейчас – наука. Вообще самое важное, что может быть. То, что непосредственно взаимодействует с жизнью. И, собственно, наука является наиболее творческой сферой, где сейчас могут происходить наиболее творческие, наиболее интересные вещи. Но, понимаете, сейчас просто беседа примет чисто специальный характер. Я могу, конечно, поделиться некоторыми исследованиями в области психопатологии, в области экспериментальной биологии. Тем более, что лаборатория, которая возглавляет, я называю, это новые генетики, мы сделали серию важных открытий, и мы нашли причину возникновения СПИДа, и как бы нашли возможность с ним бороться. И сейчас будут выпущены специальные таблетки в виде слоников. Я объясню вам почему, которые вылечивают просто элементарно. Дело в том, чтобы явление описать, его надо разделить обязательно на две части, чтобы была динамика какого-то воздействия внутри явления. Мы взяли за основу нервную систему. Нервная система бывает низшая деятельность и высшая нервная деятельность. По аналогии мы начали рассматривать иммунную систему. То есть мы иммунную систему отделили на две части. Высшая иммунная деятельность и низшая. Вот, собственно, то, что мы называем СПИДом, это как бы воздействие низшей иммунной системы. То есть парализуется низшая иммунная система, она полностью перестает противиться воздействию внешней среды, проникают болезни. Простите, что я так вульгарно говорю, проникают болезни, и человек медленно умирает. Но никто не рассматривал область высшей иммунной деятельности. И здесь мы начали искать проявления этой высшей иммунной деятельности в жизни. То есть, собственно, если смысл иммунной системы в том, чтобы защищать самое главное, что если у человека это его жизнь, если человек усилием воли в одну секунду отключает свою высшую иммунную систему, то, значит, это, собственно, болезнь, которую мы называем СПИД. То есть героизм мы ставим синоним со СПИДом. И рассматриваем героизм как СПИД, но СПИД выше нервной деятельности. И начинаем, значит, производить лабораторные опыты. То есть основная цель – это борьба с героизмом. Вот. Как только нам удастся победить героизм и все проявления, таким образом мы победим Эйц СПИД, который парализует высшую иммунную деятельность, и тогда уже можно будет перейти на низшую иммунную деятельность. Чем можно победить героизм? Конечно же, мещанством. Мы должны культивировать сейчас мещанство. Это очень важно. Есть совершенно необходимые атрибуты для этого. Слоники, это вот занавесочки чудные. Мы сами вышиваем занавесочки, мы делаем слоников. Вот таблеточки в виде слоников – это один из тех путей, про которые я говорил. А вы в лаборатории проводите опыт над людьми? То есть вы на абразуру как-то бросаете уже? Лаборатория у нас чисто теоретическая. Нам главное точно сформулировать открытие научное, доказать его право на существование и внедрить его в жизнь. Покупательная способность денег – это способность денежной единицы обмениваться на определенное количество товаров. Соответственно, покупательная способность зарплаты, пенсии или пособия – это то, сколько товаров может купить отдельно взятый человек на этот доход. Чтобы удерживать человека в состоянии выживания, не позволяя достигать цели, ради которых он живет на земле, во всех типах обществ используются два основных вида инструментов. Инструмент первый – центральный банк. Центральные банки представляют собой закрытую корпорацию банкиров-ростовщиков, являются инструментом надгосударственного управления. Они не подконтрольны правительством стран, в которых находятся, а главное средство достижения их целей – это кредитование под процент. Чтобы подавить творческий потенциал людей, занять их время и разорвать связь с происходящим в реальной жизни, используя для этого заработанные ими же средства, в культуре поддерживаются традиции потребления различных ядов – алкоголя, табака и других интоксикантов. А с недавнего времени применены технологии виртуальной реальности. Компьютерные игры, некоторые виды музыки, фильмов, телепередачи, литературных произведений позволяют убить свободное время, забив голову бесполезной, а частной вредной информацией. Сегодня это воплощено в различных достаточно компактных гаджетах, легко носимых с собой, подобных сигаретам на бутылке пива, что позволяет постоянно держать индивида под их воздействием. При этом у рабовладельцев появляется возможность сгружать нужную им информацию непосредственно в бессознательные уровни психики людей, и постепенно человек может утратить способность отличать свои собственные мысли от мыслей, навязанных ему извне. Лишившись творчества, он начинает терять смысл и счастье в жизни, начинает убегать от реальности и искать способы, как убить свободное время. В то время как людям, свободным от ранее упоминавшихся зависимости, зачастую не хватает времени на развитие и воспитание детей. Пункт четвертый. Вовремя избавляться от негодных и неугодных элементов общества. По отношению к тем людям, которые смогли выйти из-под всех вышеперечисленных воздействий, применяется физическая ликвидация. Например, неконтролируемые или уже ненужные лидеры и политики, неприемлемые писатели и поэты, неугодные общественные деятели и ученые уничтожаются с помощью широкого спектра мероприятий, от неприкрытого террора и заказных убийств до традиционных в культуре дуэлей и поединков. С другой стороны, потенциал всего общества периодически гасится в военных конфликтах, в которых гибнут его лучшие представители. Хлокос. Молкомыш. Слышал? Я знаю. Праздник какой-то какой-то. Праздник какой-то. Где-где-где-где? В какой стране праздник это происходит? Татар. В России. Квадратный корень из 16. Четыре. Четыре. Я не знаю, я плохучий. Четыре. 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 Я не знаю. Четыре. 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 Без понятия. Часы показывают четыре часа. Какой угол формируют стрелки часов? Тупой. А какой именно на градусе скажи? Сейчас я скажу. По градусу. Надо посчитать. Подойдите. 90 и там 90 на 3.30. Сейчас скажи. 120. 120. 110. Понятно. 120. 120 градусов. Тупой угол. А когда два, это острый угол. Я просто сама у вопроса не очень... До меня доходит не очень так. Тут как до жираха. 115. 65. Я не знаю. Я не знаю. 90. Прямой угол. Прямой угол. Давайте посчитаем. 90. Плюс 50. Да. 50 градусов. 125 градусов. 37%. 120 градусов. 45 градусов. 45. Прямой. Самая большая страна в мире. По площади Россия. Россия. СССР. Была когда-то. Сейчас. Сейчас. Россия. 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 Советский Союз. Америка. Россия. 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 Россия это страна? Америка. Россия. Думаю Россия. Америка. Нет, Азия. Думаю Китай. Самая большая страна это Африка. США. Столица Австралии. Камбера. 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 Австралия. Забыл. Не помню. Точно не Сидней. Не Сидней. 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 Сидней? Сидней. Сидней, да? Нет, это Карабера. Сидней. Камбера. Камбера. Индонезия. Индонезия. Девочки, это страна. Новая Зеландия. Сидней. 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 Без понятия. В каком году началась Вторая мировая война? Вторая мировая война в тридцать девятом году. 2 сентября 1939. К 41-ом. К 41-ом. О, я знаю. К 41-ом. К 39-ом. 1939-ой. 39-ый. Думаю, 37-ой, 38-ой. Где-то 1812-ый. 1965-ый. 1905-ый. 1941-ый. Сентябрь 1939-ого. 1930-ый какой-то. Вау. Ха-ха-ха-ха. Дай мне, как, апоксиматый год. Дай мне хотя бы приведительный ответ. 1760-ый. В итальянской школе изучение идёт от частного к общему, а в русской школе обучение идёт от общего к частному. Учат применять общие правила к частному случаю. В русском всё новое базируется на старом. В итальянской школе часто изучают просто то, что школьники не знали. Всё хаотично. Учат совершенно бесполезные и ненужные предметы. Древнегреческий латинский нужен только медикам. Потом его бросают. В техникумах тоже есть латинский. Учат мёртвые языки до умору пять дней в неделю по паре часов. В научном лицее есть черчение, но это раскрашивание квадратиков. А в классическом лицее вместо квадратиков учат древнегреческий. Не историю древней Греции, а тот язык, который я вообще в глаза не видел и не слышал. Тоже пять дней в неделю по паре часов. Моя дочь учится в классике, поскольку хочет быть врачом. У неё 10-12 часов латыни греческого. Из 32 в неделю. Физика, химия, биология сплошной примитив. Кусками без системы. На математике теоремы не доказывают, а заучивают определение. На информатике учат определением того, что такое компьютер и твёрдый диск, а не программы, и не как ими пользоваться. Ученики в 7 классе итальянской школы ещё даже иксом ничего не решали. Хотя в России уже с 5 класса легко их решают. В публичных школах не учат таблицу умножения. Считают это насилие над личностью. Только знакомят с ней. Почитал таблицу, посмотрел и всё. Устно, моя дочь считает лучше всех в классе. Но в 4 раза медленнее жены. И в 5 раз медленнее меня. И это в лучшей школе в Италии. Ничего не объяснив, школьникам дают рассчитать 100 дробей на целую страницу. И даже с калькулятором эти дроби можно решить только за 3 часа. Сложность ради сложности. Однако задачи они решать не умеют. Считать устно ни один ученик в итальянской школе и английской школе не умеет. Вот конкретные примеры. Жена покупает 5 горшков цветов по 3 евро. Каждый и даёт продавщице 15 евро. Та говорит, погодите. 3 плюс 3 будет 6. И оставляет 2 горшка. 6 плюс 3 будет 9. И оставляет третий горшок. 9 плюс 3 будет 12. И оставляет четвёртый. 12 плюс 3 будет 15. О, верно. Даю продавщице монетку 1 евро и монетку в 2 евро. Поскольку надо заплатить 3 евро. Она берёт и считает. Один. Отставляет монетку в 1 евро. И два раза тыкает в 2 евро 2 и 3. Покупаю в баре 6 билетов на метро. По полтора евро. И кофе за 2,2 евро. Даю 11,2 евро. Бармен. Так, погодите. Берёт калькулятор и считает. Полтора на 6 будет 9. Берёт мои 10 евро. И отдаёт сдачу в 1 евро. Затем снова берёт у меня это 1 евро. И ещё одно. И 20 центов за кофе. Учителю музыки моей дочери заплатить надо 40 евро. И жена даёт ему 50 евро одной купюрой. Он берёт 5 десяток и заменяет ими купюру в 50 евро. Затем отчитывает 4 десятки и берёт себе. А одну десятку отдаёт жене. Я проводил эксперимент. Задаю задачку разным людям. 74 минус 28. Моё поколение считает за 2 секунды. Моя супруга ей 46 за 3. Российские школьники за 5. Моя дочь за 6. Итальянцы не могут устно вычислить этот пример вообще. Спросите себя, почему средства массовой информации кормят культуру всевозможными развлечениями, в то время как образование в Америке тупеет и тупеет по нисходящей, с тех пор, как правительство решило субсидировать публичные школы. Правительство получает то, за что платят. Когда это ясно, давайте посмотрим на те образовательные институты, которые финансируются правительством, и на тех учеников, что выходят из государственных школ, и на их уровень образования. Логично предположить, что если то, что выходит из этих школ, не соответствует тому, что желает федеральное правительство, то они это меняют. Смысл в том, что правительство получает то, что желает. Они не хотят, чтобы ваши дети были образованы. Они не хотят, чтобы вы слишком много думали. Вот почему в нашей стране и в мире так расцветает индустрия развлечений. Масс-медиа, телевизионные шоу, парки аттракционов, наркотики, алкоголь, любые развлечения. Чтобы отвлечь разум человека. И чтобы вы не стали на пути у влиятельных людей, если слишком много думаете. Пора понять уже, что есть люди, которые управляют вашей жизнью, даже если вы об этом не знаете. Меньше всего людям за кулисами нужен думающий народ, способный критически мыслить. Подведем итог ранее сказанному. Осознание выше описанного алгоритма обеспечения полной занятости человека в системе скрытого рабовладения позволяет выйти из-под его воздействия и сейчас для этого есть объективные предпосылки. При этом мы не призываем к праздному безделию, которое также ведет к деградации, но утверждаем, что производство и распределение продукции в обществе должно быть ориентировано на удовлетворение демографически обусловленных потребностей большинства людей, а не своих корыстных желаний узких кланов элиты. Вот вы поете в своих песнях «Мы прозябаем». Скажите, в своей жизни вы что, больше прозябаете или все-таки творите? Ну, если бы вы прозябали, мы просто здесь не были бы. Безусловно, мы творим. Творим, а вы прозябаете. Мы жили на Офицерской улице напротив кинематографа, который назывался «Мираж». И вот это было чудо, о котором все говорили. Леонид Андреев говорил об этом и так далее. И людям казалось, что появление кинематографа означает смерть театров. Это до Первой мировой войны еще было. Мы каждую субботу с отцом и с матерью на вся наша семья отправлялась в Саляль. Это там, где Пассаж сейчас. Ну, сейчас от него ничего не осталось, создавал кинематограф. Это стало уже обычаем. Но это не мешало моему отцу и моей матери читать Всеволода Соловьева, Лескова, Мельникова-Печерского и других авторов, которые составляли обычное чтение. Не Достоевского они читали. Они читали вот то, что составляет обычное чтение среднего интеллигента. И я в этой атмосфере вырос. И вот убедился в том, что и театр продолжал существовать, и кинематограф рядом и так далее. Телевидение не враг книги. Когда мы посмотрели по телевидению, как грубо обращаются с тончайшим, красивейшим русским языком наши депутаты, как они не умеют говорить, как политические деятели делают грубые ошибки, не только в ударениях, это уже высмеянное, это стало общим местом, но в элементарном употреблении слов. Когда какое-то слово начинает употребляться не по назначению, а русский язык, он очень разнообразный. Там можно выбрать, черпать из богатства русского языка колоссальное количество различных тонких выражений. А сейчас в ходу выражение главного образом из лагерного языка, из языка тюрьмы, из языка уголовного. Вся наша песенная культура сейчас, которая на эстраде, это все-таки порождение, то, что называется блатной культуры. У тебя приблизительно сравнивают. И особо разницы нету, просто разница в антураже, и все. Это все держит на трех опорах. Русская литература не окончила свои жизни и никогда не окончила. Потому что, помимо всего прочего, она всегда будет читаться. Достоевского всегда будут читать. Пушкина всегда будут читать. Но важно, чтобы читали всю литературу, за все тысячелетия. Русская культура, вообще культура бесед. Ведь есть разные типы культур. Западноевропейская культура, это культура университетская по преимуществу. Она творится в университетах. Русская культура, при малом числе университетов, но хороших университетов у нас были, она творилась в усадьбах, в библиотеках, в собраниях, на квартирах, на журфиксах и так далее. Ведь город Петербург был полон этими собраниями. И вот тут начались аресты. Началось движение против интеллигенции. против не дать интеллигенции возможности в чем-то заговориться. Но самое главное, что русский народ для китайцев – это братский народ. Россия имеет очень большую территорию, и люди у вас очень доброжелательные. Мне кажется, Россия – прекрасная страна. Ну и, конечно, русские сами очень красивые. Россия – это прежде всего красота, красота русских девушек. У них острый носик, белая кожа, высокий рост, стройная фигура. Русские китайцы очень сильно отличаются. Однако это не мешает нам дружить. Мне нравится русский язык. Мне нравятся ваши люди, культура, искусство, история. Многие знаменитые балерины и гимнасты родом из России. Мне очень нравится ваша кухня, особенно разнообразные сладости и печенья. Что касается русских, мне они кажутся очень упорными и трудолюбивыми. А ваши девушки всегда выглядят с иголочки, даже когда просто идут в продуктовый магазин. Другой материал, что русские спокойнее, есть другая идеология. Русские думают не всегда о себе. Было, как сказать, не только как жадность на Западе, что мне, мне, мне все. На Западе там настолько плит корректность, что там уже есть новый английский язык без чувств, без ничего. Вообще это не язык, это как клетка слов. И я чувствую себя сам очень-очень свободно в России. Вася, вам не кажется, что в простоте вы дошли до уровня песен советских композиторов? Черчения много в средней школе и в научном лицее. Но повторю, это не черчение в советском понимании, а раскрашивание квадратиков. Черчение как раскраска. Вместо черчения раскрашивают листки в клеточку. Огромные задачи по раскрашиванию. В учебнике черчения только раскраски геометрических узоров. Что такое, проекции не знают. В СССР школьники умели делать простенькие, но реальные чертежи. Здесь, на уроках черчения, школьники расчерчивают лист А4 на мелкие квадратики и треугольники размером 5 мм. И затем их раскрашивают цветными карандашами. У меня для дочери это делала жена. По три часа сидела, пока лист А4 раскрасит. Очень мало физики и химии. Правда, сейчас в России их тоже уменьшили. Нет уроков рисования. Они изучают историю искусства. Нет уроков труда. Преподавание биологии убого и фрагментарно. В школьной программе есть тема метоз. То есть деление клетки. Но на уроках метоз не объясняется. Отдается на утку по работе летом. Естественно, никто из детей метоз не знает. А потом, при поступлении в медвуз, вдруг тема метоз появляется на вступительных экзаменах. И большинство детей проваливается. Кроме тех из элиты, кто подсуетился и заплатил репетитору, близкому к медвузу. Остальные не поступают. И не подкопаешься. Большинство, окончившие итальянскую школу, предметы в полном объеме не осваивает. Приходящие к ним аспиранты никогда не видели изображения митохондрии ядра. Математики два часа. Химии и физики практически нет. Все урывками. Зато учат этнографию. Учат некий эпос, близкий к древнегреческому, заучивая его наизусть. Лишь то искусством назову, что создает и возвышает. Тупой безликости тюрьму прозрением сердца прорывает. Прекрасна только та любовь, которая не коснулась пошлость. Что дарит нам святую новь, а не цепляется за прошлость. Насилием силы не создать. Всеядность хуже преступления. И если это не понять, то будут лгать твои творения. Когда душа для чувств мертва. К чему красивые слова? Тут начались аресты. Началось движение против интеллигенции. Против не дать интеллигенции возможности в чем-то заговорить. противоставить марксизму нелепому, принижающему человеку. Потому что зависимость от материального, постановка материального в основу всего и экономики. Это ведь унижает человека. Вы понимаете? Так вот, чтобы не дать восстановить права духа, которые были у интеллигенции, их стали арестовывать. И, кстати сказать, интеллигенция очень хорошо себя держала и на допросах, и в лагерях, и так далее. И даже на нарах, и в жесточайших условиях работы, происходили различные споры, интеллектуальные споры, решались общие проблемы. Я думаю, что ни один народ в мире не решал общих проблем, будучи в Пряжином, в сани, в которых везли свиной навоз. А они решались так, на Соловках. Я там, скажем, на Соловках прошел свой второй университет. Потому что я встречался там с последними представителями Серебряного века. Мне совершенно не нравится то обстоятельство, что вы патологически на кого-то похожи. Сколько померкших честолюбий, сколько великих имен забыто, забыто. А мы с вами все живем, не переставая страдать и надеяться. Но ваше выступление, ваш лживый артистизм – это уже излишки. Все кранованные головы в Европе после смерти Фридриха не стоили этой ее головы. Все политические нити находились в ее руках, и когда она дергала, Европа содрогалась, как картонный паяц. Ваше выступление, ваш лживый артистизм – это уже излишки. В истории есть какие-то ритмы определенные. И это удивительно, что ведь столетия – это чисто условные вещи. Мы могли бы считать не по десяткам, не по сотням, а, скажем, по восьмушкам, по сороковушкам, как это когда-то и было. Ведь сорок в русском языке не имеет аналогов в других языках. Сорок сороков и так далее. Могли считать и по сорока. И все-таки ритм истории как-то совпадает с ритмом вот этих условных столетий. Условных столетий. Я бы только немножко передвинул некоторые даты. Я бы считал так, что девятнадцатый век кончается в начале двадцатого века. И двадцатый век закончится где-то в начале двадцать первого века. Вот так. Серебряный век принадлежит еще девятнадцатому веку. Это завершение девятнадцатого века. Девятнадцатый век был блаженным веком европейской культуры, потому что, несмотря на войны, он был все-таки человечным и мирным. Даже в своих войнах. Двадцатый век – это век железный. Это век танков, это век огромных заводов, это век высотных зданий, это век колоссальной промышленности. То есть это век античеловеческий. Какой был двадцать первый век тогда? Есть нормальный ритм. Значит, всегда было так, что нечеловеческий, вот восемнадцатый век с французской революцией, потом человеческий девятнадцатый век, нечеловеческий, все увеличивающийся в масштабе двадцатый век и увеличивающийся в своих масштабах человеческий двадцать первый век. Итальянскую литературу заменили Шерлоком Холмсом. Школьники учат итальянскую литературу, читая перевод на итальянский Шерлока Холмса. Как-то мы четыре года искали на итальянском Чипполино, потом нашли в Милане. Истории один час в неделю, и то вперемешку с неким обществоведением. И учат не то, что, скажем, открыл Галилей, а как звали его дяди и теток. Не историю Великой Римской империи, а сколько детей было у Карла Великого. Советские школьники знали, что именно открыл Галилей, а итальянские этого не знают, но зато не знают, сколько у него было детей и дядей. Практически нет современной или близкой к современности истории. Даже историю Италии 20 века учат едва-едва. Много историй древнего мира, с деталями, которые в России и в УЗИ не учат. В СССР школьники проходили историю древнего мира в пятом классе, и этого хватало для жизни. Но истории родины России проходили очень подробно. Здесь школьники учат до умопомощение историю древнего мира. Моя дочь знает всех семерых царей Рима, но не знает, что произошло в 1922 году в Италии. Предмет истории в Италии либо предельно сокращен, либо предельно политизирован. Есть вопросы в тестах по истории для поступления в Медвуз о том, какие сериалы идут по местному телевизору, на кого похож Гитлер из нынешних политиков. Правильный ответ на Лукашенко. Я купил учебник «История Италии». Там 1922 года, год взятия фашистами власти, просто нет. Есть 1921 и 1923, а 1922 вообще нет. Зато мы с трудом вспомним Карла Великого. А школьники в Италии знают, что он имел 10 детей. Не особенности его царствования, а сколько у него было детей. Поэтому итальянцы свято верят телевизору. Высшее образование ребята получают обычно с 18-19 лет. Система высшего образования в Италии включает в себя два сектора – университетский и неуниверситетский. Система высшего образования Италии представлена университетами, техническими университетами, университетскими колледжами и академией. Неуниверситетский сектор высшего образования в Италии включает два основных направления – образование в области искусств, школы дизайна Италии, академии изящных искусств, консерватории и профессиональное образование, находящееся в ведении местных властей. В университетах Италии обучается подавляющее большинство студентов. Всего в Италии 47 государственных университетов и 9 независимых, имеющих государственную лицензию. По окончании выдается диплом специалиста или степень доктора. Италия – страна номер один в мире, куда приезжают за дипломом в дизайне и в моде. Очень важное отличие от нашей системы образования – это отсутствие экзаменационных билетов. Экзамены бывают письменные и устные. Литература, история, лингвистика, филология обычно сдаются устно, на итальянском языке. В Италии каждый экзамен требует огромной самостоятельной подготовки, поскольку на лекциях дают лишь небольшую порцию того, что вы должны знать о предмете. Справляются с экзаменами далеко не все. До диплома доходят лишь 3 человека из 10 поступивших. Из всех предметов в медицине – лор, глазные, ордопедия, детские инфекции, другое – в Италии только два обязательных. Гистология факультативна, хотя патологонотомия без гистологии – нуль. По сравнению с русскими врачами, немецкие и итальянские врачи являются малообразованными. Например, при посещении музея анатомии, некоторые из них путали шейное сплетение спинного мозга с блуждающим нервом. Это повторение, а мы хотели бы видеть новые. Интересно, что все итальянцы убеждены, что изучение древнегреческого и латинского открывает им глаза. Даже если они сами не изучали эти языки, оказывается, главным, что надо знать современному человеку, является латынь и древнегреческий. За 20 лет качество образования итальянцев резко упало, но они продолжают считать, что можно студировать дифференциальное исчисление или систему времен древнегреческого языка. Для практических потребностей пользы одинаково мало, но для формирования определенного способа мышления и приобщения к определенному культурному кругу – одинаково. Это нынешние итальянцы выдумали этой системе уже несколько сотен лет. Так учили и Лебница, и Пушкина. На что хочу обратить внимание? То, что лучшее европейское образование для реальной жизни изначально бесполезно. Значительность своей части – это понятно. Но обратите внимание на то, что даже полезную его часть, скажем, арифметику, не учат применять в жизни. Заучивается система слов и символов. А сколько будет шесть раз по полтора – скажет калькулятор. Это очень дорогого стоит, вообще, сознавать, что ты сам отвечаешь за то, что ты делаешь, а не кто-то сверху. Господь, мы же демонстрируем! Путин, Эду! Путин, Эду! Путин, Эду! Путин, Эду! Путин, Эду! Путин, Эду! Казахстан обойдется без России. Никогда Назарбаев такого не говорил. Мы без России себя не видим. Это объективно. Может, мы и не хотели бы, чтобы так было, но это объективно. Поэтому упаси Господь от распада России. И если надо, нас никто об этом не просит, пусть не обижается там кто-то. Если надо нам положить на алтарь этой борьбы все, что есть у белорусу, мы будем бороться за то, чтобы Россия существовала, чтобы она была крепкой. Чем крепче Россия, тем легче нам. Я уже старая, больная женщина. И мне бы хотелось, в общем-то, видеть какую-то, знаете, и замену себе. А у нас очень тяжело выходят молодые певцы. Особенно вот начинающие, которым даже некому помочь. И на телевидение-то их не берут, и записи им не делают. И потом, плюс ко всему, я прошла уже большой путь в эстраде. И опыт у меня и находок, и ошибок. Вот. И все, что у меня есть, я должна куда-то все-таки передать. Вы не пробовали выступать, отказавшись вообще от музыкантов? Может быть, использовать какую-то пионерскую дружину? Когда вы посетите Россию, это очень большое место. Это довольно страшно. Вы будете быть в этом очень маленьком спеке в России. И это чувствует так солидно, так большое, так уверенно. Мы приехали, я думаю, три дня назад. Это кажется, что мы здесь уже месяц сейчас. И это, как, буквально идти в течение времени. Вы думаете, что Лондон, это как хорошо, как это будет. И вы приехали здесь, и это так разнообразие. И вы, как, буквально идете 10 лет в будущем. В течение времени-то уже превращается в течение времени. Я сейчас, в будущем. На наш век выпала уникальная возможность осознать происходящее в жизни земной цивилизации и заняться освоением потенциала ее развития. Человечество может отказаться от психологии выживания и выбрать путь осуществления целей, поставленных нам свыше. Если же люди проигнорируют эту возможность, то потенциал человечества в очередной раз может быть утилизирован либо в результате биосферной катастрофы, либо в глобальном военном конфликте, почву для которого заправила библейского Запада усердно подготавливают. От переосмысления каждым человеком целей своей жизни и выстраивания их по приоритетности зависит, как сложится его жизнь и по какому пути пойдет все человечество в целом. Либо по пути выживания в борьбе с биосферой Земли, либо по пути обеспечения демографически обусловленных потребностей каждого человека, что позволит освоить потенциал развития и достичь целей, ради которых человечество существует на планете Земля. Человек бежит по жизни, не жалея ног. Дом, работа, дом, работа, отбывая срок. Выходные передышка, отпуск, как привал. Старость, пенсия, одышка. Ты сюда бежал? Ты для этого родился и за этим жил. Счастье ждал, мечтал, учился, верил и любил. Если нет, тогда, пожалуй, свой замедлий бег. И начни свой путь сначала, новый человек. Окончится война, я цитирую дословно, «Все как-то утрясется, и мы бросим все, что имеем, все золото, всю материальную мощь на оболванивание и одурачивание людей». Посеяв там, в России, хаос, мы незаметно подменим их ценности на фальшивые и заставим их, русских, в эти фальшивые ценности верить. Мы найдем своих единомышленников, своих союзников в самой России. Эпизод за эпизодом будет разыгрываться грандиозная по своему масштабу трагедия гибели самого непокорного на земле народа. Окончательного, необратимого угасания его самосознания. Из литературы и искусства, например, мы постепенно вытравим их социальную сущность. Отучим художников, отобьем у них охоту заниматься изображением тех процессов, которые происходят в глубинах народных масс. Литература, театры, кино – все будет изображать и прославлять самые низменные человеческие чувства. Мы будем всячески поддерживать и поднимать так называемых художников, которые станут насаждать и вдалбливать в человеческое сознание, культ секса, насилие, садизма, предательство, словом, всякой безнравственности. В управлении государством, Россией, мы создадим хаос и неразбериху. И лишь немногие, очень немногие, будут догадываться или даже понимать, что происходит, но таких людей мы поставим в беспомощное положение, превратим в посмешище, найдем способ их оболгать и объявить отбросами общества. Все, что сказано в этом документе конца 50-х годов, ведь все получилось. Все, один в один. О чем говорит документ? Да, это, этот факт меня поразил. Окончится война, я цитирую дословно, все как-то утрясется, и мы бросим все, что имеем, все золото, всю материальную мощь на оболванивание и одурачивание. Заново травка зеленеет. Травка зеленеет, что немножко блестит, ласточка летит синюю. Кто написал Муму? Не читал. Достоевский. Муму? Не куль. Муму сейчас... Я же только недавно читала Булгаков, не Булгаков, или Булгаков. В этом году произошла Великая Октябрьская революция. 75-й. В 1675-м, я не знаю. Отчислились население России? 7 миллиардов. Сколько будет 7,8? 7,8? 40... 42. 7,8? 49. Травка зеленеет, солнышко блестит, ласточка с весной в сене к нам летит. Вот такой институт. Ой-ой-ой, вот это помню, вот что-то было. Ты какой-то первый раз слышу? Нет, не помню. Но это падение. Да я таких слов не знаю. Допустим, было все хорошо, потом бах, резко все плохо. Первый. В 1812-м. В 1812-м? В 1812-м по 840-м. Ты че? Нет, в 1841-м. В военнофициальном, в 1939-м. В 1939-м год война началась. Травка зеленеет, солнышко блестит, ласточка с весной в сене к нам летит. Это Россия. Форма. Равная власть, чего-то такого нет. Демократическая, ожидаемая. Демократия, наверное. Но я не думаю, что демократия. Но в Конституции написано, что демократия. Первый президент из СССР. Без понятий. Это СССР. Герса. Борис. Травка зеленеет, солнышко блестит. Кто Муму написал? Евгений. Евгений. Какие планеты знаете? Давай. Юпитер. Юпитер, так. Земля. Земля. Марс есть такое? Да, значит, Марс. Марс – это шоколад. А, да. Что за чушь она говорит? Перечислите мне материки планеты Земля. Северный материк. Так. Южный материк. Так. Ну, стороны света какие есть? А, восточный и южный. Ну, четыре материка вспомнила? Да. Можечко свистую. К си... К си... Сею. Лечо меня лечит. Господи. Сегодня настоящий праздник для любителей свинины.